Я считаю, что у нас самый смешной это Дим Капозов в плане шуток, которые можно, например, цитировать, в плане построения юмора, в плане его стабильности, что тоже важно. Потому что точно шаст не всегда хорош. То, что он, конечно, харизматичен и он иногда просто разговаривает, я имею в виду в какой-то игре, а это уже смешно. Он образ какой-то выбрал прикольный или отреагировал здорово. Это, конечно, классно, но в плане стабильности пост на первом месте. Арсений, я очень рад, что ты пришел и более того, я еще рад, что ты приехал. Ты приехал уже сегодня. Да, специально приехал на твой подкаст. И знаешь что, ты рад, а я до сих пор думаю, что где-то подвох. Подвох. У меня никогда не звали на подобные мероприятия. Я сейчас, знаешь, жду, что выйдет откуда-нибудь народ какой-нибудь из-за ширмы и скажет, «А, развели, кому ты нафиг нужен на интервью?» Ага, ты так самокритично начинаешь. У меня нет, у меня есть позиция. То есть, например, у человека есть инфоповод, например, и ты его к себе приглашаешь, чтобы он про это рассказал, а ты у него там про это поспрашивал. Или тебе этот человек интересен, потому что ты думаешь, «Блин, вот он летал в космос, а что там?» Или ты хочешь узнать про проект «Импровизацию». Но для этого ты мог бы позвать Шестуна, что ты уже и делал, и у него все спросить. Вот. Сейчас у меня удивление, что ты хочешь про меня узнать? О чем мы будем с тобой разговаривать? О, у меня очень много всего. Я же изучал все интервью, там смотрел. Мне нравится, знаешь, готовиться, потому что у меня есть представление какое-то о гости. Потом я начинаю все смотреть, читать, что есть, это представление меняется. Ты прикольно сказал перед началом записи, что после нашей беседы мое представление о тебе поменяется. Ну смотри, если ты собирал информацию из открытых источников, из сети, то понятно, что она там с какой-то точки зрения представлена, с одной из. Потому что там, ну, наверное, про меня нет никакой желтой прессы, я надеюсь. Или я ее просто не читаю, игнорирую. А это не мой профиль, как бы. А это не твой профиль. Да. Так, а ты меня, знаешь, с чего ты перебил? С того, что ты приехал с Питера сегодня. Я приехал с Питера. Да, я, кстати, подумал. А, вот, ты сказал, что ты готовился, смотрел интервью. Да. Если ты задашь вопрос, который уже был в каком-нибудь интервью, я... То мне минус балл. Нет, нет, я скажу какой-нибудь там звуковой сигнал, там... Ты меня ударишь шокером. Я все равно отвечу. Хорошо. Так, да, я приехал с Питера. А как вообще так получилось, что ты уже столько лет в Москве живешь, снимаешься, и у тебя тут вся твоя деятельность, а ты до сих пор живешь в Питере? Ты не думал переехать? Так, ну, вся моя деятельность — это съемки в импровизации, которые занимают в году шесть дней. Ну, то есть из 356, 350 я не занят в импровизации. Мы же, как, мы заходим, снимаем сразу там на 39 месяцев вперед. Типа четыре передачи или три в день вы снимаете? Сейчас начали три снимать, потому что у нас в каждой передаче гость. И мы, если, например, раньше у нас был, например, набор игр без гостя, и мы могли одну, не вошедшую в этот эфир, вставить в следующий. И таким образом у нас получался небольшой запасик, и мы могли четыре передачи в день наснимать. То есть сейчас, если вдруг в передаче, где у нас губерния в гость, вдруг мы вставим одну игру со Славой Комиссаренко, ну, будет странно, что как-то, ну, что это такое? Все равно зритель целостно воспринимает, что один гость, это вот сегодня с ним выпуск, значит, должен быть один гость. Вот. А зачем переезжать в Москву? Знаешь, я не придумал еще здесь себе столько дел, чтобы находиться здесь больше времени, чем подготовка к съемкам и сами съемки. Это первое. А второе, я очень сильно боюсь, что в Москве меня затянет вот этот вот бытовой круговорот, знаешь, там, поиск квартиры, съем квартиры, поиск денег на то, чтобы ее оплачивать, дорога. Тут же надо прям, иногда бывает час просто ехать куда-то. В Питере тоже бывает, но там час, потому что мы никуда не спешим. А тут час ты прям еще же весь в пене, еще впритык, знаешь, влетаешь в студию, начинаешь там что-то снимать. Прикольно, просто, знаешь, так задумался, что вы же много гастролируете, а все транспортные развязки. А хотя через Питер тоже можно спокойно летать. Парни, Шастун и Позов, когда жили в Воронеже, у них всегда была сложность. Им надо было вначале добраться до Москвы. Плюс у них там было до Москвы всего два рейса каких-то и долгий-долгий поезд. А во-первых, я из Питера могу в большинство мест уехать так же. А во-вторых, ну тут Питер, Москва, столько вариантов, как добраться, это всего час. А у тебя есть такое, что ты типа Питер, Рулита, Москва, суетная, напряжная такая вся? Нет. У тебя же родной город вообще Омск, да? Вообще Омск, да. А ты с какого возраста живешь в Питере? Я живу с 2008 года, а зрители в комментариях пусть посчитают. Если я 83-го, я живу с 2008-го. Я в математике на данный момент не силен. Опа, что только что произошло. Возвращаемся к тому, как я, значит, искал о тебе информацию, смотрел все интервью, и где-то я прочитал, что ты не афишируешь свой возраст, что ты супермолодо выглядишь. Кстати, есть фотки какие-то твои там 15-летней или 10-летней давности, где-то выглядишь старше, да. А сейчас ты такой сразу вкидываешь год рождения. Это что у меня, дезинформация произошла где-то? Нет, у меня нет скрытия года рождения и нет скрытия даты рождения. Просто я не очень люблю вот это внимание, которое происходит в сам день рождения. Я очень сильно боюсь вот этого, знаешь, вдруг наплыва. Даже мне иногда кажется, я подозреваю людей, может быть, напрасно, в неискренности, что у него день рождения, давайте поздравим его. А у тебя тысячи тех людей, у которых там в социальных сетях не стоит дата рождения. Не стоит ни год, ни дата, да. Ну просто иногда, то есть те, кто знают и поздравляют, ну здорово. А те, кто поздравляют только потому, что дата совпала с сегодняшним числом, ну можно же пережить без этих поздравлений. И нет, ну слушай, я насчет даты рождения, у меня есть только одна история, что почему-то все были уверены, что я 79-го года рождения. И вот это я так думаю, э, вау. Как Руслан Белый. Плюсанули, да. Во-первых, вот это мне не понравилось. А второе, в какой-то из передач Воля говорит, вот Арсений, 42 года. И все такие, ну ему 42, Воля же сказал. И я так думаю, вот что это за общество, которое не верит новостям по телевидению, но верит человеку из юмористической передачи, который для шутки ляпнул что-то. Что оно такое, знаешь, как это называется, двойные стандарты. Да. Двойные стандарты. Что это такое? И я подумал, ну ладно. Вот. Нет, я просто не говорю об этом. Я не люблю, когда меня дед называют. Я потому что почти уверен, что меня называют дед те, у кого отцы выглядят старше, чем я. Я подумал, могу и без этой информации тоже. Да ты молодо выглядишь, при том, что ты 83-го, я 85-го. И я тоже такой, типа, вот, ну знаешь, как-то вслух произносить, 35, мне 35. Знаешь, я не стесняюсь возраста в плане, я могу сказать, что у меня 37, у меня же пока 37. Я сейчас опять быстренько микроматематика. Вот, просто я убежден, что возраст и место рождения и профессия очень сильно человека, ну, в глазах других людей клишируют. Что, а, ты там, типа, тебе 37, у тебя уже должно быть там то-то, то-то, то-то. То есть люди уже за тебя приняли решение, что у тебя там должно быть. А, ты актер, значит, ты несерьезный человек. А, ты из Омска, значит, ты, там, не знаю, у тебя комплекс провинциала, или ты приехал покорять Москву. Ну, то есть, знаешь, как будто бы уже не твоим поступком доверяют, не тому, какой ты человек, а вот той информацией, которая вот у них есть о всех людях, кому там 37, о всех людях, кто из Омска, и о всех людях, кто актер. И вот это меня чуть смущает. Слушай, сейчас чуть о другом. Я очень рад, что ты в таком настроении сегодня пришел. Ну, знаешь, мне хочется верить, что ты в таком настроении, что ты настроен поговорить. Потому что, смотри, я прям тут кое-что записал. Ну, вот, перед тем, как ты согласился поучаствовать, ты меня предупредил, что ты не говоришь на несколько тем. Это, кстати, абсолютно окей. Но что меня больше прикололо, я посмотрел парочку YouTube-шоу с твоим участием. И вот комментарии под одним из шоу. Я их записал первый. Первый. Как не знали ничего об Арсении, так ничего и не узнали. Это первый популярный комментарий. И второй. Арсений говорил-говорил, так ничего и не сказал. Действительно актер. И я хотел... Вот смотри, а странно, что действительно актер. Действительно политик. Может, он политик? Дипломат. Или дипломат. Вот это же было бы правильно. А то, что актеры говорят ни о чем, я не верю. Нет, не имеется в виду, они не пытаются тебя бить, они не говорят, что ты говоришь ни о чем. А что ты типа... Я рыба. Восточные танцы. Восточные танцы. Я рыба, гироскоп, может, из-за этого. А у меня есть ощущение, что это ты смотрел YouTube-шоу, которые были не признаны что-то обо мне узнать. Это было шоу, я смотрел, где Андрей Биборишвили и Ксюша Дукалес тебя спрашивали о знакомствах. О, ну о знакомствах. То есть, понимаешь, шоу о знакомствах и про знакомства я там рассказываю. Я конкретный. Вы меня зовете на автошоу, я буду разговаривать про авто. Вы меня зовете на шоу про знакомства, и мне кажется, я там про знакомства что-то рассказал. А если вы хотите что-то узнать еще, то заходите в мой инстаграм-окал. А там что-то есть еще. Мне очень показался интересным тот факт, что ты долгое время не определял себя как комик. Ты же изначально актер, да? А я до сих пор считаю, что я актер. Я актер, например, юмористической передачи. Но комик, понимаешь, звучит... Я просто уважительно отношусь к комикам. Я до сих пор помню фразу Белого. Он сказал, что ему не нравится, когда говорят стендапер. Стендап-комик. Я понимаю, что сейчас большинство людей все-таки массой своей задавили его это мнение. Хотя, по-моему, он уже так остро не реагирует. То есть, когда при нем говорят стендапер, он уже не поправляет. Я думаю, он и тогда остро не реагировал. Просто у него было настроение такое в моменте, так сказал. Да. Постарперить. И я очень уважительно отношусь к этому слову, комик. Мне кажется, что это человек, который прям посвятил себя или посвятил часть жизни этому. То есть, знаешь, это как профессия. Все-таки я, конечно, хочу себя позиционировать как актер, в первую очередь. Это, знаешь, такая удочка еще режиссером. Ты не режиссер? Нет. Я на всякий случай себя спрашиваю. Которые комиков могут не взять в кино, а актеры-то должны вроде бы как. Слушай, но при этом я бы, например, знаешь, что тебе возразил? Мне кажется, что комиком можно себя называть не за выслугу лет, а за уровень, на котором ты показываешь свое мастерство. И, собственно говоря, там шоу-импровизация — это суперпопулярное шоу, которое делает качественный контент все время на уровне. То есть, там нет такого, что там скатились этот сезон лучше, чем это. Нет, это ровно, смешно, плотно. Ты читал там комментарии? Или ты не смотрел еще новый сезон? По поводу ваших комментариев мы тоже поговорим. Потому что тут, когда приходил Антон Шастун, тут как бы потом ваши комментаторы пришли к нам, и я с ними тоже пообщался. Тут пока ты разговариваешь, я устраиваюсь повыдобнее. Мне кажется, что я вот так буду искренне. Так вот, по поводу... Значит, ты не определяешь себя как комик, потому что у тебя есть еще актерские амбиции, ты хотел бы сыграть в кино? Ты играешь? Я смотрел, там есть несколько проектов с твоим участием. Три проекта, да? Какие там джипси, хищники, семейный бюджет. Да, есть небольшая фильмография. Ну, знаешь, такая большая серия вот этих трех вырезок, которые родители сохранили. Выступал на Олимпиаде по математике. Первым там прошел испытание «Веселые старты», и вот тут он есть там... И первым наполнил ведро водой. Первым наполнил ведро водой. Взов джунглей. Да. А тебе не кажется вообще, что комиком-то быть круче, чем актером? Что у тебя гораздо больше возможностей, что ты сам отвечаешь за все? Ну вот я не знаю, я... Не было ни дня, как будто бы, когда я не порадовался, что я стендап-комик. Потому что ты написал, ты сделал. У вас, конечно, да, вы там труппа из четырех комиков, но все равно вы там живые, вы вдвоем можете импровизировать. И ты сам себе предоставлен, ты сам создаешь себе контент. Потому что каким бы ты ни был крутым актером, ты всегда зависишь от качества съемки, качества продакшена, мастерства режиссера, оператора. Слишком много факторов, которые там должны все вместе сойтись, чтобы на выходе получился успех. Если, условно говоря, у меня там вышло какое-то провальное выступление, то кого тебе винить? Только самого себя. Сел, посмотрел, проработал какие-то ошибки, двигаешься дальше. Смотри, во-первых, ты сейчас затронул тему, что очень от многих людей зависит качество кино. У меня есть такая поговорка, что фильм может испортиться на любой стадии. То есть могли бы быть гениальные актеры, режиссер шикарный. Все-все-все сделали. Не знаю, там, рекламщики могли испортить историю этому фильму. Или, не знаю, закрытые кинотеатры. Я согласен, что от многих людей зависит, но у меня импровизация зависит от многих людей. Я не могу выйти и, например, собрать, не знаю, какое-то количество людей вокруг себя и начать импровизировать с нуля, скажем так, с чистого листа. Все равно мне нужна какая-то история, мне нужен партнер, мне нужна какая-то конфликтная ситуация и тема, на которую шутить. И я бы не стал вообще ограничиваться. Знаешь, вот ты, например, ты же играешь в баскетбол? Да. И ты стендап-комик. Да. И ты ведешь подкаст. У тебя же нет такого, что кто-то тебе говорит, а ты не хочешь быть только стендап-комиком? Уходи из подкастов, уходи из баскетбола. То есть если ты можешь и там, и там, и там, ну почему бы нет? Если вдруг ты где-нибудь, ну не знаю, профессионально за какой-нибудь клуб сыграешь в баскетбол, то же будет круто. Да, но я слишком, наверное, в этом смысле… И это тоже будет зависеть от всяких Майклов Джорданов, которые там вместе с тобой играют. На самом деле я более, как это сказать, прагматично на все смотрю, и мне нужно, чтобы мои занятия дополняли одно другое. То есть условно говоря, там, заниматься стендапом – кайф, кайф, делать подкасты – кайф, кайф. Но при этом я понимаю, что благодаря тому, что я делаю подкасты, мой стендап становится лучше, я знакомлюсь поближе с интересными людьми, с кем-то вообще знакомлюсь с нуля. Ну слишком много классных плюсов. Условно говоря, мне скажут, не играй в баскетбол. Я могу перестать играть в баскетбол по каким-то причинам, потому что, например, я решу, что там, я не знаю, плавать рациональней, это лучший результат на мою физическую подготовку, у меня нет времени, я там сосредоточусь на этих вещах. То есть я как-то более как-то так все продумываю в этом смысле. Ну вот, и ты, наверное, и на мой тоже вопрос ответил. То есть если у меня так получится, что я, например, импровизация будет занимать столько времени, что я не смогу сниматься в кино, то я буду заниматься импровизацией. То есть у меня в голове приоритеты расставлены. Просто почему меня это так удивило? Потому что мне казалось, что успех импровизации, ну, очень большой. Знаешь, это очень большой успех для того, чтобы, ну вот, ты же по себе, я вот по себе сужу, да, и вот у нас стендап, и мы стендап, и мы прямо, вот знаешь, у нас вот лет, наверное, семь прошло, когда мы просто, мне кажется, кроме стендапа, не то, что ничего не делали, мы не говорили вообще ни о чем, кроме как о стендапе. Просто вот стендап, 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 и тут вдруг я вот узнаю, что ты себя как комик. Вот самый интересный факт, что ты принял решение, что ты актер комедийной импровизации, вот ты где-то говорил чуть ли не незадолго до создания проекта, да? Ты просто всем занимался, и ты понял, что у тебя здесь классно получается, ты такой, окей, попробую идти в это. Ну, наверное, да. Я не планировал быть юмористом никогда, несмотря на то, что наверняка я где-нибудь в обществе, там, в окружении в каком-то там шутил, но можно сказать, да, что в импровизацию я вообще пришел очень сильно случайно. То есть я, конечно же, до импровизации все еще себя позиционировал как актер. Единственное, что я в театрах тогда играл, и про импровизацию я как раз узнал от своего коллеги, он, кстати, тоже актер, и он меня привел посмотреть, я посмотрел, и знаешь, ну, я увидел в импровизации очень близкий жанр, ну, то есть это как, знаешь, если бы я был актером комедийного спектакля, только здесь еще не надо учить слова, то есть, знаешь, только легче. Вот, и, наверное, пару лет мы этим занимались, то есть у меня это вообще никаких усилий не вызывало. Мне, например, чтобы сыграть в комедийном спектакле, мне надо как минимум выучить текст. Да. Плюс там с партнерами там какие-то вещи там разыграть, плюс придерживаться этого текста, его же могут много раз этот спектакль отыгрывается все время, ты в рамках. Вот, это тоже очень круто, да, то, что ты можешь 10 подряд там или 100 спектаклей играть, там, оценки всегда как первый раз. Понравилось? Вот. И импровизация, я вообще ее очень долгое время возносил в плане честности, потому что очень многих я видел актеров, которые уже, знаешь, играют, ну, так, по накатанной, то есть уже, знаешь, такое мастерство, они вот знают, что здесь они вот так вот сделают, здесь они скажут, ну, а там топнут ногой, вот это у них вот уже вот все это работает, она или он вообще даже не затрачивается на это. То есть он приходит как на работу, знаешь, там, машинально выполнить какие-то функции. И мне в импровизации как раз очень сильно нравилось. То есть если тебе партнер не дает, там, реплику какую-то или мотивацию, или повод как-то там на него отреагировать, то ты и не реагируешь. И я говорил, ребята, вот посмотрите в импровизации, смотрите, как все там четко и точно. То есть там нет места фальши, нет места вот этим там заезженным каким-то там механическим оценкам, механическому существованию. И мне это в этом плане очень сильно нравилось. И импровизация меня подпитывала в актерстве. То есть я вот эту живость реакции, я туда вот это забирал. Вообще же актерство это вот такое, знаешь, всегда говорят в актерскую копилочку, вот это все эти собирательные истории. Это же вообще идеальный актер, который, общаясь с людьми, наблюдает, как они там себя ведут. Или когда у него появляется новое, там, какое-то новое увлечение в жизни, или там ему надо поиграть в баскетбол, или пойти на общественные работы какие-то. Он везде это все взял там. А если ему предстоит играть роль баскетболиста? А если он, например, будет раздавать листовки? И все эти наблюдения я, ну, в идеале, должен как-то себе там копить, чтобы потом это мочь реализовать где-то там в кино или... И этот весь багаж, он, получается, прекрасно лег как раз в жанр импровизации. Абсолютно совпало. То есть если бы, например, мне сказали, иди в стендап, я даже сейчас, наверное, не могу пойти, потому что я не представляю, как можно сесть и придумать шутку. Я просто... Вы для меня очень сильно космические какие-то люди. Вот вы же садитесь. У тебя что там, чистый лист или чистый экран, и ты вот что-то пишешь? А я уже перестал так делать. Я просто пишу, знаешь, в моменте. То есть гораздо лучше, вместо того, чтобы садиться и вымучивать, гораздо лучше, вот как у тебя актерская копилочка, у меня наблюдение постоянно. То есть если что-то происходит, на что у меня резонирует, я такой, мне или смешно, или я такой, неправильно. Знаешь, у меня реакция такая, или что происходит? Знаешь, вот я сразу... Даже если... Плюс у меня этот еще перфекционизм внутренний, если я вижу, что где-то в банке ругаются два человека, я зачем-то начинаю минуту вникать, чтобы понять, кто из них неправ. Просто, так вот он неправ. Ну, я не говорю никому ничего, я просто внутри отмечаю. И получается, что вместо того, чтобы сидеть перед чистым листом, чистый лист, это же просто кошмар перед ним. И вместо того, чтобы ты сидеть, это все вымучивать, ты просто что-то происходит, есть возможность записал, а если совсем настроение хорошее, на диктофон наговорил минуту, потом переслушал, сел, расписал. То есть гораздо лучше садиться писать, когда у тебя... Напоминание, в воскресенье записать шутку. Ну, типа, да, на диктофон даже лучше. То есть ты садишься писать не перед чистым листом, а вот у тебя есть там в заметках, не знаю, 10 идей, и ты садишься, смотришь, ну, 5 из них, мне меньше нравится, 5 больше, и садишься их просто расписываешь. А как ты потом это выстраиваешь? Вы еще так рассказываете диалоги, монологи свои, что там же все как будто бы это одна история. То есть ты начал рассказывать, как ты переходил дорогу, и она у тебя логично вытекла в то, что у тебя же сейчас кошка дома, и потом логично, что в магазине ты, например, никогда не берешь просроченный продукт. А вот тоже, как ты говоришь, что тебе нравится вот этот момент, когда ты обмениваешься с партнером, и вы вместе двигаете историю, в стендапе то же самое. Зритель прекрасен сам по себе. Зритель, вот именно вот этот коллективный зал, он очень умен, вот этот вот организм, он прекрасно понимает, что смешно, что не смешно, там, куда ты идешь. И вот я, например, и многие комики это делают, у тебя нет, например, в шутке концовки, и ты вот сидишь, не можешь ее дописать. Но вот ты выступаешь, это на бесплатных мероприятиях, на проверках. А, на вашей техничке, да-да-да. Да, или там на открытых микрофонах или на проверках материала. Ты выходишь, ты рассказываешь шутку, доходишь до момента, где она обрывается, и зал такой «ну», и ты такой «опа», и у тебя рождается концовка. О, круто. Не факт, что она смешная, но… Не факт, что родится. Родится точно. Да? Прямо что-то родится. Самое главное, что ты получишь, это не готовую шутку, ты получишь правильное направление. У тебя, когда ты сидишь и думаешь, у тебя уже надстройка на надстройке. Ты уже сейчас, ты не в шутке, ты в комнате, ты перед листом, ты уже не первый час ее думаешь. Много настроек. Когда ты перед зрительным залом, у тебя очень чистое сознание, и плюс у тебя, ну сколько у тебя, ну две секунды. Да, у тебя же еще адреналин. Да, и мозг выдает обязательно что-то. Да, круто. Это реально прикольно. Так что, ну почему бы и нет? То есть захочешь ты попробовать себя в стендапе не для того, чтобы сменить деятельность, а чтобы что-то новое для себя почерпнуть, это было бы тоже прикольно. Вон у нас ребята, белорусы, комедийная команда по импровизации, Минские, которые там сейчас выигрывают побед ребятам, они все стендап-комики, и вот они попробовали себя в комедийной импровизации, у них получилось, они классно себя чувствуют. Кстати, у текстовиков, если они не, знаешь, такие неупертые текстовики, то есть если они еще открыты к партнеру, у них очень хорошо в импровизации должно получаться, потому что, во-первых, там очень много есть у них раундов, которые именно там одношуточные, ну то есть условно тебе дают задание, тебе надо там на нее пошутить. Они, кстати, там, по-моему, вообще истории не разыгрывают в импровизации команды. У них поэтому очень хорошо получается, они поэтому и побеждают многие команды. У нас есть рубрика от Aviasales, которая называется «Это ты где?», и раньше я всегда рассказывал, а это я где, а потом мы решили спрашивать об этом гостей, и я вот хочу показать тебе вот эту интересную фотографию и спросить, где это ты. И что здесь происходит? Это я в Грузии, я не вспомню сейчас точно населенный пункт, но, кстати, у меня там в комментариях под этой фотографией есть люди, которые узнали этот населенный пункт. Прямо так? Прямо узнали, да. И шутка здесь, ну, во-первых, я на достаточном расстоянии от осла нахожусь, а во-вторых, шутка в том, что нельзя к лошади и к ослу сзади подходить, они тебя легнут. Вот и все. У них тоже есть... Ну, этот инстинкт, да, ну, тоже как у кого. Не хотят, чтобы про них писали, как в интернете. Ну, нет, здесь все остальные домыслы чужды. Я точно помню, какая была задумка. Ну, во-первых, надо было как-то прикольно встать к этому, к партнеру подойти. А вот шутка была ровно в том, что был бы это живой осел, я бы получил. Это была наша постоянная рубрика от поисковика дешевых авиабилетов и авиасейлс, которая называется «Это ты где?». А был ли ты готов к такому успеху шоу-импровизации? Для тебя это было закономерно или ты был удивлен, как это шоу оказалось успешным? Ну, во-первых, я в импровизацию верил. У меня не было такого, что я написал шутку и не понимаю, она хороша или плоха. Или я, например, выучил стих и не понимаю, хорошо его рассказываю или плохо. Ну, то есть цепляет он или нет. Мне всегда импровизация нравилась, и мы же до телека очень много... Вообще-то, кстати, очень жанр сложный, переносимый в телеэкраны, потому что все равно есть доля скептицизма. До сих пор некоторые люди, уже пять лет существует эта передача, задаются вопросом, а не приготовили ли вы там что-то заранее? Да. И до телека очень много мы выступали, и я видел, у нас ни разу не было, вот знаешь, провальных выступлений. Потому что, во-первых, много разных игр, разных, ну, даже жанрово-условно, импровизационных. И если где-то не очень, то где-то будет круто, потому что, во-первых, ту неудачу можно использовать. Во-вторых, ну, все в сравнении, да. Плюс есть навык, и ты уже ниже определенного уровня вообще не можешь сделать. Этот момент. Плюс не от тебя от одного что-то зависит. А вот так, чтобы все четверо облажались, ну, такого просто я вот не помню в своей жизни. Всегда кто-то тащит. Всегда кто-то тащит. И вопрос выхода на телек меня... Мы же приехали когда в Москву, мы сняли первый пилот, и я его увидел смонтированный. Мне он очень понравился, он очень был смешной. Но единственное, почему он тогда не вышел, и я, кстати, рад, я думаю, что это к лучшему, он был очень такой добрый и правильный. Мы же приехали все такие, знаешь, такие дети, сыновья маминых подруг. Да. Мы все были хорошие, никто не ругался, и нам тогда продюсеры сказали, идите с этим на СТС. Слишком вы какие-то добрые, мягкие, пушистые. Вот. И следующий пилот мы снимали, мы там перематерились. Это, знаешь, вот когда ты ребенку говоришь, скажи, вот это матерное слово. И он говорит, и оно неорганично, он не понимает его значения. Вот и мы на втором пилоте просто вот, знаешь, неорганично матерились. Это было тупо и ужасно. И тоже хорошо, что его не приняли, но его и не могли принять. И вот третий пилот, когда мы снимали, после которого мы подумали, ну если сейчас не возьму, то все. Ну, кстати, так и было. Мы его сняли, он тоже был классный, его не взяли, и мы попрощались, и мы разъехались. То есть, благо, что мы не расстались в нашем общении, то есть мы сохранили вот эту дружбу нашу, которая за три года вот этих пилотов состоялась. И однажды, по-моему, на свадьбе у Стаса Шеминова, у нашего креативного продюсера, мы на следующий день свадьбы, мы остались поиграть у них там в квесты. Они в Воронеже организовывали свои квест-комнаты. И мы после одной из таких комнат, мы вышли, и Стас говорит, ну как вам, мы что-то рассказываем. А у него в голове, он, знаешь, какой-то отстранен. И он говорит, Слава только что звонил. Слава Дусмухаметов. Слава Дусмухаметов. Мы, он говорит, мы, ну то есть приняли наш проект. Правда, тогда его приняли для интернета. Да, потом взяли на телеку. Вот, но, опять же, как я люблю всем рассказывать, он настолько хорошо получился в съемках, что Славе стало жаль его просто в интернет. Ну, классно же. А все очень сильно боялись. И я могу понять, то есть люди, которые вкладывают свои деньги в аренду помещения, техники, людей, костюмов, времени своего, они должны быть в чем-то уверены, что есть какие-то написанные шутки, какие-то миниатюры, какой-то там сценарий, а мы говорим, вот этого, от чего вы все отталкиваетесь, этого как раз и нет. То есть представь, все готовы, все собрались, режиссеры, продюсеры, съемочная группа, зал зрительный, и выходят ребята и такие, ну, сейчас на ходу, вы готовы, а вы на ходу. Да, как будто бы прикольный контраст. Но знаете, что круто? Вот опять, это тоже, это, кстати, наверное, актерское. У нас у всех была задача, я надеюсь, по крайней мере, мы разговаривали перед этими первыми съемками, никто не думал, наверное, и хорошо, никто не думал, вот бы попасть в телек. Все думали, надо выйти и пошутить, и рассмешить зал. И у нас это получилось. То есть мы, это мы своего рода актерскую задачу поставили, рассмешить зал. И у нас это получилось, и вместе с этим у нас просто получилась передача. Если мы думали, попадем, не попадем, мы бы точно не попали. Так вот именно сам момент, когда вы вдруг осознали, что шоу, импровизация, это очень успешное шоу, и вас ждут долгие годы на телевидении, и гастроли, и все, то ты как это принял вообще? Вот ты сейчас все это говоришь, а для меня это до сих пор, у меня лично не было вот этого головокружительного успеха. Знаешь, когда говорят, ты проснулся знаменитым. Я микроузнаваемость, ну сейчас я понимаю, что микро, потому что я знаю, с чем можно сравнить. Микроузнаваемость узнал, когда у меня там в Инстаграм, у меня было 222 подписчика, я прям помню, как сейчас, нам сказали, заведите Инстаграм, ребята, это, типа, сейчас в тренде, это без Инстаграма, это прошлый век жить, а я до этого артачился, я даже не хотел, чтобы у меня был ВКонтакте свой аккаунт. Вот, я завел, что-то там, я даже вообще не следил за ним, что-то выкладывал, знаешь, там, клякса какая-то упала на асфальт, я говорю, о, как волшебно сфотографируем. Вот, и на следующий день после первого выпуска у меня 6 тысяч подписчиков стало. Ну, то есть, представляешь, это в такие разы увеличилось. То есть, я радовался каждому новому пришедшему, а тут 6 тысяч. Вот это был первый такой, ну, я его все равно не ассоциировал с успехом на телеке, то есть, это был успех в Инстаграм. И я вот так к нему и относился. Контент интересный. А потом, ну, мы просто этим занимались, мне просто было здорово посмотреть эту передачу, мы же все сидели, все в своих домах, потому что пацаны в Воронеже были, я в Питере, мы все смотрели просто передачу, я смеялся, как сумасшедший, потому что, во-первых, я забыл все эти шутки, и я смотрел, мне очень понравилась сама передача. Ну, сейчас, мне кажется, тебе очень нравится Инстаграм вести, у тебя огромный Инстаграм, ты там... Насчет Инстаграма. Мне все говорят, что я там самовлюбленный урод. Нет, ну, урод я имею в виду на... Несколько нарциссичный. Да, а я объясню. Мне на самом деле, во-первых, я не считаю, что нарциссизм, я считаю, что все-таки это диагноз, который должен поставить тебе врач. Все-таки это болезнь. Это не просто самолюбование. Ну, потому что, почитай, определение... Нет, нарциссизм бывает здоровый. У всех есть свой нарциссизм. Ты сейчас сказал, что ОРВИ бывает здоровое. Не бывает. Именно нарциссизм — это болезнь. Я имею в виду, каждый человек нуждается в том, чтобы получать, как это сказать, получать похвалу, получать, значит, некий результат положительный на свои действия. Так вот, нарциссизм, все-таки, почитай, это болезнь. А то, что я выкладываю в Инстаграм себя, я просто ненавижу, когда люди выкладывают еду. Я ненавижу смотреть на чьи-то там елки или песок. Или вот, смотрите, я шла и увидела, что лифт с зеркалом. Ну, то есть, мне кажется, если это твой Инстаграм, я хочу видеть тебя. Если это твой Инстаграм, я хочу видеть тебя. Если это мой Инстаграм, вы там увидите меня. Вот и все. Поэтому только из-за того, что там я появляюсь. Плюс, ну, я, наверное, у меня есть элемент адекватности. И если из трех фотографий я на двух урод, почему бы не выбрать ту, где у меня открытые глаза и нормально падает на меня свет? Это сейчас пошла тенденция, да, к тому, что там Настя Ивлеева или Леха Щербаков, они прям, ну, знаешь, стебут Инстаграм, и они там делают всякие там двойные подбородки или вот эти все штуки. И молодцы, кстати, да. Это тоже определенная смелость. Я просто вот выкладываю себя, потому что это мой Инстаграм. То есть вы точно, я вас не обману. Зайдя в мой аккаунт, вы не увидите там каких-то людей, какой-то там кинотеатр или красоту этого мира. Для этого есть аккаунты, там называется I Love SPB там какой-нибудь или travel блогеров, которые выкладывают, ну, красоту. Но при этом твои ребята, коллеги и друзья из импровизации тебя подстебывают немножко, да, что ты там... У тебя же была эта знаменитая фотосессия в воде, да, где тебя там накидывали все там... Вот это я проснулся знаменитым. Это была просто фотосессия. Но то, что она вдруг стала такой резонансной, то, что так круто меня там пропесочили на эту тему, постебали. Ну, знаешь что? Если смешно, то пусть стебут. Если обидно, то получат в ответ. Я тебе, кстати, ответил на вопрос. Ты до сих пор считаешь, что я нарцисс? Просто, понимаешь, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Мне это кажется даже чем-то, как это сказать, милым, прикольным, там, не знаю. Ну, то есть есть люди, я скажу так, что люди, у которых есть легкий нарциссизм, мне почему-то с такими людьми очень легко общаться. Ты знаешь, как им сделать приятно? Смотри, прикол в том, что когда ты общаешься с человеком, у которого есть легкий какой-то нарциссизм, ты говоришь, мне нравится то, что ты делаешь, и этот человек говорит, ты мой лучший друг. Вот, во-первых, понимаешь, я людям открываю дорогу к тебе. Люди зря боятся нарциссизм, потому что нарциссы, они очень, как это сказать, они никогда тебе ничего не сделают плохого. Они не будут про тебя ничего плохого говорить. Почему? Потому что они заняты собой. У них нет времени делать тебе какие-то гадости, что-то мстить. У них, им нужно заниматься собой, выбрать фоточку, которая получше, чекнуть причесочку, там какой-то позвонили по поводу фотосессии в воде, надо все обдумать. То есть ты никогда не получишь от этого человека нож в спину, там какое-то предательство, злословие или что-то еще. Поэтому люди очень зря недооценивают привлекательность такого типа людей. Вот я про это тебе вот что хотел сказать. Во-первых, если я буду смотреть, вот будет зеркало, и, например, там ребенок рядом или какой-нибудь щеночек, я буду смотреть на ребенка или на щеночка, я в зеркало посмотрю в последнюю очередь. И это первое. А второе, действительно, если ты знаешь, что человек плохой, то ты от него и не ждешь чего-то другого. Если ты знаешь, что человек нарцисс, то действительно ты не ждешь от него, условно, как ты сейчас сказал, какого-то подвоха. А вот от Тихони или вот от Димки Позова, нет-нет, да и вдруг какую-нибудь модную шмотку ты в нем когда увидишь, или знаешь, он фотографируется, он единственный из нас, кто сфотографировался, ну, обнаженным. Опа. Это вот человек меня стебет за то, что у меня есть фотосессия в воде. Так я там одет, а он сфотографировался, знаешь, он стоит и сфотографировался около зеркала с голым торсом. А. И выложил в сеть. Я думал, он полностью обнаженную сфотографировался. И такая у него фотка тоже наверняка есть. Кстати, у меня нет ни одной моей голой фотки. Так вот, он сфотографировался и выложил в сеть, он же наверняка подумал, о, красиво, пусть на это посмотрят другие люди. У меня фотосессию в воде просто выложил мой фотограф, и я не мог не выкладывать, потому что у нас договоренность, знаешь, она меня фотографирует, эти фотографии потом использует. Какую-то из них, ну, надо же что-то выкладывать, и я тоже выкладываю. Нравятся они мне там или нравятся они подписчикам, еще лучше. Но вот Димка в этом плане удивил, так удивил. Если вы точно так же, как и я, любите кофе, но теряетесь от вопроса, какая вам нужна обжарка, то этот ролик специально для вас. Потому что неправильно на вопрос, какая вам нужна обжарка, отвечать medium well. Опять. Сегодня у нас есть два вида обжарки кофе от наших друзей из Жардин. Темное и светлое. Сразу скажу, что они отличаются по мягкости, крепости и насыщенности, а не по принадлежности к силам добра и зла. Ну, типа, Саурон пьет темную, а Гэндальф светлую. Итак, сначала мы попробуем светлую, Эфиопия и Фария. Здесь мягкий сбалансированный вкус с приятной кислинкой. А теперь попробуем темную. Браво, Бразилия! Насыщенный, крепкий вкус с легкой горчинкой. Короче, если перестану делать подкасты, уйду в кофейное сомелье. В общем, переходите по ссылке в описании, выбирайте любимую обжарку кофе Жардин и узнаете, кто вы. Легкая горчинка или приятная кислинка. А мы продолжаем смотреть подкаст. У тебя, кстати, не так много вообще интервью, не так много у тебя появлений где-то. Это результат чего? От того, что ты выборочно подходишь к этому? Нет. Я всем говорю да. Я думал, ты скажешь, я вообще никуда не хожу, это единственный раз, куда я пришел. Нет, но у меня есть подозрение просто, что это, знаешь, как какая-то плохая дезинформация. Те, кто живут в Москве и кому я нужен на интервью, ну, допустим, я считаю, что таких людей много. Они думают, ну, он в Питере, это напряжно, это надо сюда приехал. А те, которые в Питере, у нас же есть там какая-то там собака ру, у нас есть там какие-то узнаваемые люди Петербурга. Они все думают, о, но он же в ампровизации снимает, значит, он, наверное, в Москве живет. И вот меня в итоге, все москвичи думают, что я в Питере, все петербуржцы думают, что я в Москве. Я думаю, что просто в том числе из-за этого. Так, у вас у всех четверых было интервью Плейбою. Вы дали интервью Плейбою. Вот это, кстати, чуть ли не первое интервью, на котором мы были. Прикольно. А вас как? Позвали всех в одно время и потом просто нарезали четыре выпуска или вы как-то так через промежутки временные приходили? А я вообще не помню, как это все организовалось. Во-первых, я услышал Плейбой. Так. И сказал, что выезжаю. Да-да-да. Все, там дальше я уже, знаешь, все в тумане. Арсений, мы видели вашу фотосессию в воде. Да-да-да. Выезжаете. Вот. Это было как раз возможно на волне успеха передачи. Нас тогда, правда, приглашали на какие-то интервью. Может быть, наш какой-нибудь пиар-менеджер как-то там активно нас куда-то там продвигал. Не знаю. Там любопытный… Извини, я тебя перебил? Нет. Там любопытный просто был момент, что все ребята сказали, что их очень смешишь ты. Все такие, нас очень сильно смешит Арсений. А ты там очень как-то самокритично о себе говорил. Ты там чуть ли не сказал, что ой, я считаю, что ты вообще там самый несмешной из ребят. Или там ребята намного смешнее, чем я. Ты, наверное, вырываешь из контекста. Но для меня, кстати, стало откровением. То есть они действительно задавали же похожие вопросы. Да. Вот, в этом-то и плюс был интервью, что мы пришли все поодиночке. Нас спрашивали друг про друга всех. И понятно, что интересно там посмотреть, совпадает или не совпадает ответ. Для меня это было откровение. Я первый раз узнал. Я уверен, что они в качестве Стёба это сказали, что Арсений. Почему? Но есть… Потом они мне объяснили. То есть я в каких-то интервью потом узнал, что есть какая-то объективная причина. Они же все трое КВНщики. И для них юмор друг от друга очень предсказуемый. Потому что у них общая школа, если это можно назвать. У них общее построение шутки. Я думаю, что тебе их юмор тоже должен быть понятен. А у меня юмор. Это не самое критичное. Я просто считаю до сих пор, что, наверное, я сегодня чуть менее смешной, чем я, например, завтра. И я надеюсь, что там еще через год я стану еще смешнее. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не серия самобичевания. О, я там отвратительный. Я просто надеюсь, что я до сих пор совершенствуюсь. Типа здоровая самокритика, она помогает тебе. Я надеюсь. Так вот, меня, правда, парни очень сильно смешили. И когда мы с ними встретились, я точно знал, что у меня есть, например, сильная сторона. Я там могу историю поддержать, или могу подыграть, или могу там подставиться, или вкинуть какую-то там реплику интересную. А они именно это добивают и делают из этого классный юмор. Вот, поэтому я до сих пор к ним отношусь как к большим профессионалам. И, ну знаешь как, соревнуйся не с кем-то, а соревнуйся там с самим собой, да, чтобы стать лучше, чем ты там вчерашний. И, может быть, я в этом плане там был какой-то недовольный. Но ты же наверняка про своих партнеров, про стендапы тоже отзываешься. Или как? Или ты сидишь и говоришь, нет, я самый лучший в стендапе. Вот, ответь мне на вопрос. Ну у нас, знаешь как... Это подкаст. Слава Комиссаренко. У нас, смотри, какая ситуация. У нас ты... Это правильное отношение, когда ты говоришь, что все молодцы, ребята очень талантливые. Ты не завидуешь, ты искренне желаешь всем удачи, ты искренне отмечаешь сильные стороны всех. Но внутри... И это не обязательно скрывать. Ты такой, я тебя люблю, ты классный комик, мне очень нравится, как ты выступаешь, но я тебе жопу надеру. Ну то есть у нас такая есть... Как это сказать? Блин, вот сейчас я попытаюсь это... Это нужно правильно объяснить. Ну элемент соревнования. Да, то есть для нас это естественно. То есть если я, например... У нас вначале это было обострено, сейчас это уже немножко ушло. Потому что сейчас ты уже с точки зрения опыта понимаешь, как все устроено. У нас были моменты. Достаточно, знаешь, такие подростково-примитивные. Я вот дружил очень много времени, проводил с Димой Романовым. И у нас с Димой Романовым была конкуренция. Там Стас Старовой-то с Витей Комаровым, они долгое время, там в одном кабинете тоже. У них там, знаешь, какая-то конкуренция, там у кого-то еще. И ты не можешь же со всеми на свете конкурировать. Ты выбираешь себе человека и с ним конкурируешь. Ты, наверное, выбираешь себе... Ты наверняка считал, что, например, Витя Комаров тебе не конкурент, и ты выбирал себе сильного? Или как это? Ты знаешь... Или вы в одной нише были? Смотри, я думаю, что в импровизации тоже происходило нечто подобное. Вы не можете всегда идти, вот, знаешь, вот просто вы распределили места и всегда идете. У вас всегда кто-то кого-то на каком-то этапе обгоняет, кто-то вырывается вперед, кто-то отстает, кто-то нагоняет. То есть вот эти вот все процессы происходят. Потому что вы же живете, бурлите, кто-то там открыл для себя какой-то момент, у кого-то прорыв случился, кто-то, наоборот, там закопался в чем-то. Поэтому вообще в целом это плохая эмоция, когда ты, знаешь, на кого-то смотришь и такой, ха-ха, он мне не конкурент. Типа... Ну нет, если ха-ха не конкурент, то, наверное, плохая эмоция. А если не конкурент, ну то есть нам нечего делить. Просто у нас была... Видишь, мы не можем конкурировать друг с другом, что типа я тебя перешучу, потому что у нас все равно мы делаем... Общее дело, да. То есть все равно вы можете быть солистами. То есть ты, если, например, завтра вам скажут, что... Ну или там когда-то, когда это было, что либо ты, либо Дмитрий Романов, ты бы наверняка постарался. А у нас невозможно, например, там без поза Шаста и Сереги, то есть я один не выйду, все равно они мне нужны. Но у нас было, знаешь что? У нас была борьба за сценическое время. Я точно знаю, что мы хотели играть в большем количестве игр, например, чем нам давали. Но видишь, я боюсь, что в телеке это вообще так не работало, потому что мы нам... Ну там, Паша нам говорит, участвуешь ты и ты, и мы идем. Это больше работало на концертах, когда вдруг ты понимаешь, что у тебя там три игры, а у пацанов по пять. А во-вторых, у нас есть игры, где не два человека участвуют, а все. И ты лезешь каждый раз на сцену побыть там. Не то, что у тебя там шутка классная родилась, а ты... У нас есть игра, первое свидание называется, где мы разыгрываем историю влюбленной пары и можем выходить там кем угодно. То есть мы предполагаем, что у них наверняка был разговор с каким-то соседом, который говорит, ребята, вы такая красивая пара. Шутки в этом никакой нет, но ты выпираешься на сцену побыть там, сказать это, что-нибудь, знаешь, там покрасоваться на сцене. Сразу тебе прилетает от зрителей, да, отсутствие реакции, ты думаешь, что ты полез. Вот, но сейчас можно всем нам за это сказать прям респект. Мы все стали меньше вылазить без повода. Это круто. Вот здесь мы, правда, наверное, повзрослели, если в этом плане можно считать. А насчет конкуренции в плане... Вот ты сейчас сказал, что мы не можем одинаково расти. Это же тоже круто. Всегда тяжело быть первым. Ну, потому что... И что ты вот первый? А если ты второй, например, ты знаешь, на кого равняться... Вторым вообще комфортно. Идеально. На тебя минимум, обращай от внимания, минимум ответственности. А ты нет-нет, да и хапа. Это дальше. Хапа. Это круто. Давай вернемся к теме конкуренции. И вообще вот этой иерархии в коллективе ты часто называешь Антона Шустуна. Вот Антон самый смешной. Ты можешь сказать, или Антон номер один. Ну, вот что-то такое там проскакивает у тебя. Не знаю... Дезинформация у меня какая-то? Или... Ну, я знаю, может быть, вы, конечно, там друг другу места никакие не вручаете. Может быть, в контексте. Но я считаю, что у нас самое смешное – это Дим Капозов. В плане шуток, которые можно, например, там цитировать. В плане построения юмора. В плане его стабильности, что тоже важно. Потому что точно Шаст не всегда хорош. То, что он, конечно, там харизматичен, и он иногда просто разговаривает. Ну, я имею в виду, там, в какой-то игре. А это уже смешно. Он образ какой-то выбрал, там, прикольный. Или, там, отреагировал – здорово. Это, конечно, классно. Но в плане стабильности – пост на первом месте. Вот. А про Серегу я наверняка мог говорить, что у него очень классно получается... Ну, не знаю. Если я скажу, что Серега меня научил материться, то вот это будет, наверное, тоже правда. А, ты говорил, что Серега – мастер пикантного юмора. Вот это вот все, да. Потому что как-то... Нет, он иногда перебарщивает, конечно. Но, как сказать, наверное, вот он один из первых. Он из нас четверых, он точно, знаешь, он нам все время приоткрывает вот эту дверцу туда. Да, типа... Пойдемте. Да, 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 да. А как вы относитесь к тому, что вот Антон так, как это сказать, в ютуб-пространстве вырвался вперед, что у него успешный ютуб-канал, он делает свои шоу, причем несколько, и он там сам интегрируется во многие шоу. Как вот вы восприняли, что Антон в этом смысле немного вырвался вперед? Ну, когда ты говоришь «немного», это ты очень сильно сглаживаешь момент. Очень сильно, да, вырвался. Очень сильно. Знаешь, что я тебе скажу? У меня была ревность к пацанам, когда мы, ну, не знаю, может быть, негласно, но боролись за внимание нашего креативного. То есть Стас Шеминов, креативный продюсер шоу «Импровизация», «Импровизация команды», он, во-первых, сам по себе интересный человек. Да, очень. Во-вторых, он, ну, знаешь, когда он делает ставки на кого-то, то есть, знаешь, вроде бы у нас конкуренции быть не должно, но ты же видишь, да, что он кому-то отдает предпочтение. И вот был этот момент, когда он явно отдавал предпочтение Шасту. И в этот момент было немножко так, типа, а что не нам? И вот, наверное, все эмоции в плане вот этого вот там ревности, в плане там, может быть, зависти, в плане конкуренции, вот там я, собственно, и выплюснул. А что касаемо YouTube-каналов и его популярности, в том числе в Instagram и вообще в соцсетях, знаешь, ревности вообще никакой нет. Потому что, ну, я, у меня нет идеи и нет желания делать шоу в YouTube, вот, контакты. Вот я, наверное, даже не хотел бы его вести. Потому что, ну, мне оно, грубо говоря, если меня, например, кто-то пригласит вести какое-то мероприятие там или шоу, я скажу, ну, пойдемте. А он ведь его и создатель. А чтобы быть создателем, нужно как бы хотеть это сделать. Нужно вот хотеть вот этого общения с людьми, копаться в их телефонах, задавать вопросы. У меня нет желания находиться там, где я не нужен или где я не хочу. Если в контактах есть там свой ведущий, плюс у меня нет никакого там, никакого даже толчка или какого-то там, какого-то интереса в этом, то нет никакой эмоции. То есть если бы тебе предложили... Если бы, например, появилась возможность вести шоу, которое бы точно было успешным, но при этом бы никак в тебе не отвлекалось, не откликалось, ты бы, скорее всего, не взялся бы за такое, да? Нет, 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 смотри, наоборот. Если меня позовут куда-то что-то вести, я просто пойду. Или если вот там у нас будет конкуренция, что мы сейчас выберем из вас лучшего ведущего. Мы возьмем там Димку, Серегу, тебя там, и Шаста. Здесь будет и конкуренция, потому что там нужен один человек. И там, конечно, я буду хотеть победить, уделать. Ну и там, быть лучше. А в этом плане Шаст занимается тем, что мне не сильно интересно. В этом же плане и у Поза есть свой канал по футбольной истории. Но я не могу этому завидовать, потому что я в этом не разбираюсь. Понятно, что я знаю... Ну надо быть фанатом спорта. Да, понятно, что я знаю, что такое футбол, я понимаю, о чем идет речь. Но вот да, я не фанат этого. Или, например, Серега со своей идеей, с этой скрепкой. Скрепка. Вот я тоже... Ну здорово. Поддержать вас я могу. Но вот именно хотеть сделать то же самое, я вот не понимаю. То есть если бы, например, в Димкином ютуб-канале ему нужен был бы его какой-то там оппозиционер, что вот он разбирается в футболе, и ему необходим человек, который вот не шарит, ему неинтересно, и на этом конфликте там что-то построено, то я бы тогда туда, например, пошел. Мне было бы интересно, или бы я завидовал тому, что он взял кого-то, а не меня. Да. Вот, а так как он там один, ну там из нас, и так как он там, ну, собственно, в своей стихии, ну здорово. Я же их не тяну с собой там, пойдемте на водную фотосессию. И я надеюсь искренне, что кроме Димки мне никто не завидует. А так же еще получилось тоже такой момент, что у Антона в шоу-контакты никого не было из вас, да? Он никого не пригласил еще. А ты же понимаешь, почему? Ну, я догадываюсь, что из-за того, что у вас примерно одна аудитория. Вот, потому что он знает, кто у нас там записан условно. Потому что, например, кто в телефоне у Лолиты, например, или там у тебя, потому что мы знаем, что у тебя как минимум стендап-комики, да? А это же тоже звезды, там, очень узнаваемые люди в стране. Что у тебя может быть какой-нибудь неожиданный известный Беларус. Или вдруг там неожиданный какой-нибудь там, кто-нибудь из звезд, да? Потому что вы тоже давно на телеке, много с кем общаетесь. А кто может быть шок-контентом у меня? Вот ты просто предположи, кто бы мог у меня быть таким человеком в записной книжке, чтобы... Ну, а вдруг ты там ведешь двойную жизнь и... Вдруг? Ну, так надо про это хотя бы догадываться, чтобы, блин, давайте его позовем, вдруг он ведет двойную жизнь. А если не веду? А я вот не могу в этом смысле быть таким прагматичным, потому что, вот, например... Вот поэтому я удивился, что ты меня позвал, потому что ты не прагматичный. Да нет, ну, блин, мы сейчас очень много о чем интересном говорим, это реально круто. Я вот просто в плане шоу-контакты, и вот именно что Антон смотрит, там, например, что у вас одинаковая аудитория, или там вряд ли кто-то расскажет что-то такое сверхъестественное, очень интересное, там, потому что вы много общаетесь. Ну, вот, например, я очень много здесь у себя в подкасте говорил со стендап-комиками, там, и шел стендап. И я понимаю, что у нас полностью одинаковая аудитория. Там, я не знаю, кого взять, ну, не знаю, Витю Комарова или Стаса Старовойтова. Но у нас получились очень интересные подкасты, которые для меня очень важны. Я понимаю, что они не наберут супермного просмотров, но вот мы именно, знаешь... Я вот не смог бы в подкаст пригласить Лолиту, при том, что у меня совершенно никаких проблем нет с Лолитой, и она очень известный человек, но мне искренне очень тяжело что-то спросить у Лолиты, чтобы мне было это интересно, потому что мы люди из разных поколений, из разных миров там и всего остального, поэтому мне гораздо важнее, знаешь, вот этот коннект какой-то и поговорить о чем-то, куда можно углубиться, да, потому что вот, ну, не знаю, ну, вот мне бы сказали, к тебе придет точно Егор Крид. Да, это круто. Наверное, будет очень много просмотров. Для просмотров, да. Да, но что вот такого, я спрошу у Крида, что он спросит у меня, и как бы насколько это вообще, типа, прикольно или интересно. У тебя появлялись вот эти идеи, что ты хотел бы себя попробовать в чем-то в Ютубе и попробовать что-то делать, собрать свою аудиторию? У меня, когда все говорили, что надо сделать что-нибудь, я вот так пытался, знаешь, так сесть и вот, грубо говоря, заглянуть в будущее, что это могло бы быть, чтобы мне было интересно. И я себя всегда, знаешь, на чем торможу, что я, например, могу сделать один выпуск, и он, наверное, будет даже интересный, потому что, ну, я на него там потрачусь, но я не уверен, что я захочу это делать второй раз. А хочется же, ну, я не знаю, там, например, ты действительно горишь футболом, и для тебя съемки этого и копания в этом, и узнавание какой-то информации, это твое хобби, то есть тебе классно этим заниматься, вне зависимости от просмотров, от дохода, ты будешь этим заниматься, потому что ты завтра проснешься с желанием это сделать. А у меня нет желания из тех идей, которые у меня возникали, сделать еще одну серию. Короче, тебе нужен просто в пару какой-то продюсер, который бы мог, ну, грубо говоря, эти функции взять на себя, а ты бы просто встраивался в это и успешно справлялся со своей ролью. Я себе представляю, например, да, что меня, например, у меня даже где-то есть отснятый материал, мы в каком-то городе ездили, показывали его там, типа, прикольные места, и мне говорили, вот ты и покажешь это. Я говорю, давайте. Ну, то есть у меня даже была, знаешь, задумка, что я очень не люблю, когда люди про свои города говорят Мухосранск, или типа вы наш город даже, наверное, не знаете. Ну, во-первых, я человек, который учился в школе, и, например, не знать Екатеринбург, или Орск, или Братск, для меня просто, ну, то, что люди так про меня думают, мне кажется, это немножко даже некрасиво с их стороны. Ой, вы про наш город даже, наверное, не знаете, к нам не приедете, и вообще там тьму таракань. А я уверен, что в каждом городе, ну, может быть, нет Кремля. Ну, я честно скажу, что в Москве Кремль-то и не самое лучшее. Ну, наверняка есть места классные. И когда я у людей спрашиваю, а какое у вас классное место, я очень расстраиваюсь, когда люди пишут «Остановка». Ну, вот это вот, знаешь, вот эта вот такая нелюбовь к себе и к своему окружению, она, наверное, и провоцирует нелюбовь к тому, чем ты занимаешься, к тому, как ты выглядишь, к тому, о чем ты будешь думать. И вот это очень меня так... Я не хочу это просто разделять с другими людьми. Я вспомнил, это был Петрозаводск. Ну, вот так вот, знаешь, Петрозаводск. Ты вобьешь в Гугл, посмотришь картинки. Ну, там красивых мест сильно мало, но они точно есть. Карелия это. Там помимо природных ресурсов бесконечных и красивейших, там же есть действительно и в городе классные места. И есть там очень много каких-то, знаешь, так называемых, этих современных памятников, которые там не несут исторической какой-то ценности, но они там что-то кто-то... какой-то художник. То есть там же много людей. Не вся Карелия это некрасивая там советская застройка, там какая-то некрасивая запущенная пятиэтажка. Там есть что-то, там есть набережная. А ты из тех артистов, которые, когда приезжают на гастроли, ты не в отеле сидишь, ты идешь, смотришь, гуляешь? Абсолютно. Я не могу, я не понимаю. Я злюсь на пацанов, что вот они приезжают и говорят, ой, поспать и поесть. Ну, поспать и поесть вы точно можете везде. А когда вы второй раз приедете в Братск и поедете на гидроэлектростанцию? У нас просто есть представление, там было где-то, что позу не нравится, что до Братска было сложно добираться. Серега сказал, что этот город, который мне очень понравился, там что-то не какой-то конфликт. Антон тоже про него высказывался. А я, понимаешь, у меня все плохое где-то забылось, и я помню, что мы по классной снежной дороге до три часа, но ехали на тачках, и было, в машине было тепло, а вокруг, вот знаешь, просто вот этот, мы ехали по листочку А4, ну вот он везде белый, со всех сторон. Приехали туда, но не надо ходить вокруг некрасивой пятиэтажки, и не надо ждать от того, что там будет отель какой-то супер-супер шестизвездочный. Да, он был сделан из какого-то жилого дома пятиэтажного. Ты прям ходишь по подъезду и заходишь в номера. Ну, очень странно все это было. Ну, наверное, и не за отельной жизнью я туда ехал. А гидроэлектростанция там шикарная. А у них там есть этот памятник, это зайчьи уши. Я же там прям сфотографировался около него. А там есть эти люди, которым не холодно жить. Это же вообще фантастика. А то, что город у них гигантской лесополосой, разделен на три каких-то, знаешь, разброшенных района, это же тоже, ну, необычно. В Москве такого нет, у нас все вот так застроено. А там есть природа, ну, которую трудно вообще испортить некрасивой застройкой. Получается, что твоя гастрольная деятельность помогла тебе как-то больше узнать и полюбить Россию? В том числе. Ну, я, видишь, я и до гастроля-импровизации ездил. Потому что мы... Я же как в Питер перебрался. Я переехал из Омска с театром. Театр из Улан-Удэ. Театр пластической драмы «Человек». Он базировался какое-то время в Омске. И я к ним попал как актер. У меня там была мечта сыграть у них хотя бы в одном спектакле. И вот, собственно, я у них сыграл в одном спектакле. Ну, и это невозможно представить без репетиционного процесса. И они уже как будто ко мне, видимо, прикипели. И говорят, мы уезжаем в Питер. И я был уверен, что эта фраза из серии, знаешь, мы расстаемся. И я говорю, слушайте, классно. Потому что у театра большое будущее, как мне казалось. Потому что они без текста. Они просто там все... Язык пластика, он же международный. Что после Питера будет, не знаю, Европа, а дальше весь мир. Эдинбург там, например. Вот, да. И когда они уезжали, я говорю, блин, будет очень круто. И у меня в сердце вы останетесь навсегда. Они говорят, мы хотим тебе предложить поехать с нами. Я говорю, нет. У меня в Омске все есть. Я там работал на телевидении. Я был одним из ведущих актеров нашего театра. У меня там дом, семья, друзья. Вот. И через месяц я уже жил в Питере. Вот как ты переехал. Да. Интересно вообще. Это было очень глупо. Почему? Я не жалею об этом. Ну как, почему? Видишь, как круто все сложилось в итоге. Кто знал. Но всегда какие-то шаги, перемены. Если кто-то тебе сейчас говорит, иди ночью и там нарвись на каких-нибудь там опасных людей. Ты пойдешь? А может быть... Я, кстати, у меня есть, знаешь, выражение, все, что не делается, к лучшему. Но надо сделать. Ты можешь не сделать, и это будет к лучшему. А можешь сделать, и это будет к лучшему. Поэтому надо сделать, и это будет к лучшему. Мне тоже кажется, что надо рисковать. У меня есть друг, он музыкант, и он очень талантлив, потому что он в группе играет. И при этом он диджей, он пишет музыку. У него музыка выходила там на итальянских, на английских лейблах. Его зовут не Армин? Нет, нет, нет. Я не знаю, кто там у тебя в телефонной книжке. Нет, не настолько. И вот он мне говорил, мы с ним обсуждали успех группы «Мумитроль», и у них была такая красивая история, что они буквально продали все, что у них было, чуть ли там не квартиры, и все на свете, чтобы записать свой альбом, и стали звездами. Я говорю, какая вдохновляющая история. Он говорит, а как много историй о том, как группа все продали, и у них не сложилось. И я такой, да, но, блин, но ведь магия же в этом. Есть какая-то вот эта вот сила намерений твоих, которые вот тебя куда-то приводят? Я чуть-чуть боюсь предположить, но мне все-таки кажется, в какой-то момент, если вот, ну, допустим, такая история происходит со мной, что я продаю квартиру, записываю альбом там или песню, и она у меня, например, не получается, я надеюсь, что у меня хватило бы мужества понять, что, может быть, это не мое. Ну, то есть не получилось не потому, что я не сильно хотел, а что мы вот, возможно, не такие прикольные. А если ты там имеешь 10 лет опыта игры, написания собственного материала, и ты чувствуешь, что это вот там заслуживает внимания, да, блин, мы сейчас живем в такое время, что не надо продавать квартиру. Просто нашел студию, записал или там сделал что-то в YouTube. Да, есть еще все эти музыкальные сервисы, там, Apple, Spotify, там, SoundCloud, в целом свете. Плюс я уверен, что уже у многих, знаешь, вот эта теория пяти рукопожатия, я уверен, что сейчас она с развитием соцсетей сократилась гораздо, там, не знаю, до одного, что у всех есть какой-то там известный друг, кто мог бы, например, если ему творчество твое нравится, мог бы это у себя разместить и подраскрутить любого артиста. А что ты думаешь, кстати, вот по этому поводу, знаешь, вот я не могу сказать про музыку, могу сказать про юмор, потому что в музыке я до таких деталей даже близко не понимаю. Вот если ты сделал что-то крутое, оно само выплывет в топы через вирусы, через те, что будут делиться друг с другом там кому-то, или нужны вот эти площадки, какие-то люди, которые скажут, послушайте это, посмотрите это, и только тогда это в топы попадет. Я считаю, что вот если тебе человек, сидящий напротив тебя, скажет рецепт, то он либо, ну там, не знаю, шарлатан, либо дурак. Нет, твое мнение просто. Мое личное мнение, что, не знаю, как повезет. То есть я могу, мы все импровизации, мы можем там с Пашей Волей поговорить и выложить твой ролик, например, если ты музыкант, как ты играешь на... Гузлях. И нам может, нам искренне, пятерым это нравится, но может просто не зайти. Знаешь, это вот что-то для узкого круга, то есть вот для нас пятерых, а в массы не уйдет. Можно быть, вот как ЗАЗ певица, да, я прям помню этот момент, когда мы друг другу передавали ее запись, как она просто на улице вот этим своим голосом пела, и ты думаешь, блин, как круто. И вдруг она стрельнула, и вот, я не знаю, когда она записывала, думала она об этом? Думаю, нет. Скорее всего, просто... Просто интересная история, например, с тем же Лапенко, который невероятно талантлив, невероятно смешной, и при этом говорят, что у него вот этим толчком было, когда его ролик у себя в Инстаграм репостнула... Горбачева? Да, Ирина Горбачева. Вот, вот. И вот интересно, просто влетел бы его ролик в топы без этого, или это был вот этот момент? Ну, я признаю, что и саму Горбачеву однажды кто-то тоже из... Когда у нее был ролик вот этот, я люблю жизнь, жить, это класс, где она идет в метро. Вот, и я помню, что тоже ее ролик кто-то у себя разместил из известных там блогеров. Так, а сколько людей, которые вот, например, так же, как Лапенко, себя позиционируют или там что-то такое делают и не стреляют? То есть, возможно, все-таки раскрутка важна. Я все равно как-то продолжаю думать в сторону того, что оно как-то само выплывет, потому что я вижу, как молодые стендап-комики выкладывают свои монологи в YouTube, и, конечно, там миллионы они не собирают, но если в ком-то есть там таланты, есть что-то, они спокойно набирают там 100 тысяч, там 200, 300, и это как-то выплывает. Вот этот момент, знаешь, что люди готовы делиться друг с другом. Вот смотри, что я нашел прикольное. Они кому-то кидают, и это вот расходится. И это так прикольно, что это такое народное продюсирование какое-то, которое сейчас вдруг получило такой вес. У меня просто есть приятель, у которого в день по два ролика выходит. Как он думает юмористически. И он не слушает меня. Я ему иногда говорю, слушай, вот этот смешной, он говорит, ты хейтер, у меня все получится. И вот его эта слепая вера, вот мне кажется, она с ним играет злую шутку. Потому что, во-первых, среди кучи вот этого контента, который он создает, выискивать вот эту вот маленькую жемчужинку, ну странно. Наверное, если я буду сегодня, вот прямо сейчас мы включим камеру, и я буду сутки разговаривать, наверное, что-то я и дельное скажу. Но кто готов ради этого меня сутки слушать? А если у человека есть понимание, как вот это концентрировано выдать, как из этого сделать плотный по юмору стендап-монолог, то это наверняка всплывет. Я, кстати, вот если говорить про народное продюсирование, если искренне человек, не зная этого музыканта или этого юмориста, выложил его, вот в это я верю, что вот это круто было. А если попросили, ну да, возможно, это не сработает. При этом магия всего… Мне нравится, что любое правило, оно чем-то опровергается. И, например, же есть, знаешь, в интернете этот ролик, где кто-то ножницами там пять часов режет воду, и там миллионы просмотров, а там просто зацикленное видео. О, слушай, а это яйцо. Где чувак режет воду ножницами, и ты включаешь, и какое-то время… Да, очень интересно, он режет воду ножницами. И ты думаешь, вот представь, на бумаге ты пишешь, мы придумали, значит, идею ролика. Берем ножницы, включаем воду, начинаем ее резать. Съемочную группу там приводишь, тебе все скажут, ну, чувак, как? Иногда маразм вот срабатывает. Вот, я про это тебе и говорю, что возможно что-то… Это слишком артхаусное, да, вот там для нас двоих. А что-то вот зайдет… Я где-то видел, на чьей-то вечеринке, я видел, как на огромном экране вывели Александр Невский, «Десять часов идет». И там взяли кучу видосов из всех его фильмов, где он идет. И вот просто он пафосно идет. И действительно «Десять часов». Ну и наверняка у этого много просмотров, потому что фоном кто-то это ставит. Я бы глянул. Вбейте. Так, давай вернемся еще раз к вопросу популярности и того, как она вас настигла. И когда Антон Шестун был первым гостем моего подкаста. Так у нас получилось, что он приходил ко мне первым, а я приходил к нему первым в шоу «Контакты». Видишь, у вас есть даже своя история. Да. И мы обсуждали… А я у тебя сейчас какой? Ты не считаешь? Двенадцатый. Двенадцатый? Двенадцатый. Счастливое число. Дюжина. Дюжина. Да, я позвал тебя, когда уже подраскрутился. Если у меня будет, когда ты почувствовал свои силы, если у меня будет когда-нибудь какой-нибудь проект, я тебя тоже позову в «Двенадцатый». Спасибо. Я надеюсь, у меня хватит сил на 12 выпусков. Да. Так вот, по поводу вашей аудитории, по поводу успеха и по поводу вашей аудитории и по поводу вашей огромной фанатской базы. Вот этих… Я думаю, что она не огромная, я думаю, что она активная. Фандом, все девочки. Как правильно про них говорить? Потому что они там писали, не надо говорить, что нам 13, нам там 17. Ну, это же... Это вот знаешь как? Это как Димка про меня сказал, что я любитель фотографироваться в воде. Или там Паша. Это ну как шутка такая, как стёп. Я думаю, что и про 13-летних, когда говорят, это тоже имеется в виду, знаешь... Утрирование. Очень сильное. Да. Как их правильно назвать, я не знаю, но поклонники, я надеюсь. Потому что всё, что, например, со словом фанат, в этом появляется элемент плюса. Ты чуть больше, чем просто поклонник. Чуть больше, чем просто зритель. В этом может... Ну, знаешь, религиозный фанатик, если кто-то тебе скажет, ты же поймёшь, что этот человек не очень адекватен. Поэтому фанаты, мне кажется, всё равно это слово такое... Ну, оно сейчас чуть-чуть подуспокоилось. Там футбольные есть фанаты, есть фанаты какой-то группы. И фанаты импровизации. И фанаты импровизации. Мне кажется... Побили фанатов Спартака. Успех или там необычность наших зрителей, наших поклонников в том, что они очень активные. То есть, может быть, мы возьмём не количество, то есть, может быть, у нас не столько фанатов, сколько там у какой-нибудь футбольной команды, но я почти уверен, что они могут дать им фору, да, в том плане их активности, как они готовятся к нашим концертам, какие у них там возникают идеи. Они же тоже, знаешь, не просто типа там... Мы смотрим. Они же ещё хотят проявить себя. Очень много среди них там творческих есть людей. А что они дарят вам портреты, рисуют, участвуют в ваших импровизациях, придумывают правила конкурсов? Всё да. И всё да. Другой момент, что берём ли мы эти игры... Ну, это ещё, кстати, не всегда от нас зависит. У нас же есть креативный продюсер. У нас есть, помимо Стаса, есть же ещё и само телевидение, да, во главе там кучи других продюсеров, которые могут сказать, мы не поняли, не убедили, или не надо пока этого делать, или это с чем-то перекликается. Поэтому те идеи, которые нам присылаются, из тех, которые мы видели, мы тоже не отметаем, знаешь, там всё, не надо. Мы в голове, по крайней мере, я уверен, что каждый из нас подумал, ага, а может из этого что-то получится. А как у тебя лично складываются отношения с вот этим фанатским движением именно? Слушай, ну если они пишут приятные вещи, мне приятно. Если они пишут, там, например, что-то недавно, у нас вышел выпуск с Губерниевым, и там я такой, знаешь, активный, я там много ругаюсь матом, ну, во-первых, мы взрослеем, и о том, что мы не ругаемся матом, вряд ли кто-то думает. Другое дело, что я им не разговариваю, там, сто процентов времени. Ну вот, мне кажется, у нас в подкасте не было мата ещё, ни одного, представляешь? Сейчас сделаем. Хотя я... У нас будет плотный последний... Да-да-да, прямо. Вот, и они очень много мне пишут, что там, ты был злой. Я не воспринимаю это, знаешь, как... То есть всё равно, они тоже же плюсуют. Ты был злой, что с тобой случилось? Успокойся, у тебя какие-то проблемы. Я, конечно, вот так это не воспринимаю, что действительно у меня там какие-то проблемы, ещё что-то, но я увидел, что они обратили на это внимание. Окей. Но, если они мне пишут какие-то неприятные вещи, я не люблю это. Ну нет, я вот, наверное, к тем людям, которые на меня подписаны, которые там следят за моим творчеством, я к ним ко всем отношусь хорошо. Если они хотят мне что-нибудь навязать, вот, наверное, я это не очень люблю. Я не очень люблю вот навязанное мнение какое-то. Ты легко принимал все вот эти фанфики или фанфики, как их правильно называть? Я их не принимаю. Я просто понаходил там, я знаешь, как это всё нашёл. Ну, я тоже рассказывал Антону, что я просто где-то вбиваю там просто своё имя, фамилию, чтобы почитать, какой я молодец. Есть что-то с кем-то, да? Да, с вами, с вами. И там что-то был ты с Антоном, и там появился я, и кажется, я просто, когда это увидел, я такой, чего происходит вообще? То есть из всех фанфиков, которые про нас пишут, ты выбрал этот? Где появляешься ты? Нет, я там появился. Ребята. Я гуглил себя, собственно говоря, что-то смотрел там, как в концерте. Человек, который назвал меня нарциссом, гуглил себя. Продолжай. На самом деле, подожди, у меня есть причина, зачем я это делаю. Я смотрю, типа, как, как это сказать, как анонсируются концерты, как анонсируются мои туры, потому что там часто бывает такое, такого вы еще не видели, если вы любите посмеяться, вам, сюда. И нужно как-то это все смотреть. Плюс там, знаешь, из-за коронавируса. Это твоя правда, зачем ты себя гуглил. На твой вопрос я могу, правда, ответить. Возможно, кто-то все-таки посмотрит. Я даже Артона нашел. Смотри, когда люди говорят, что мы хотим этим заниматься, и нам это нравится. Про то, что это существует, ну, конечно, я знаю. Мы хотим этим заниматься, и пусть занимаются. То есть я действительно не хожу по квартирам и не отслеживаю, кто у кого какие интересы. Но мне не очень нравится, когда меня хотят в это вовлечь. Вот для чего меня там отмечать? Я, например, если фантазирую об условной Анжелине Джоли, я же ей не пишу об этом. Привет, я о тебе фантазирую. То есть значит, это уже другая история. И вот это уже какое-то... Это уже вторжение. Это уже, да. Вот это я не очень люблю. То, что кто-то где-то этим занимается, здорово. Но когда они считают нужным, что мне нужно об этом оповестить, вот этого я не очень понимаю. То есть если кто-то где-то, например, фантазирует о животном, о каком-то, ну, я не могу повлиять на человека. Вот он такой. Но если он считает, что нужно мне это прислать, видео, смотри, какая... Козочка, я не знаю, барашек, ну, я не знаю. То вот это зачем? Я могу от этого отстраниться? Да, понимаю. Я вот ровно вот так к этому отношусь. То есть если это есть, окей. Ну, и я допускаю, что... Есть же там, не знаю, там, известные актрисы, которых считают там секс-символами. То есть много людей считают, что они красивые, и, например, представляют, что было бы здорово, не знаю, с ними переспать, или там жениться, или хотя бы встретиться с ней. И окей. Но когда ты начинаешь вторгаться, это уже, вот, я считаю, что это можно... По крайней мере, там, я, если могу, я... Понятная позиция. Да, понятная. По поводу того, что ты говорил, что когда вы создавали шоу импровизации, вам говорили, что вы такие все вчетвером, у вас такой милый, юмор, без жести, без вот этого всего. Как вообще так произошло? Это вы изначально были такими людьми, или это у вас какая-то такая корпоративная культура внутри шоу возникла? Что вы вдруг поняли, что вы на одной волне, как будто вы все... Я думаю, что мы все были, знаешь... Ну, во-первых, я до сих пор считаю, что люди не из Москвы в большинстве своем чуть более воспитанные, чуть более у них развито, не знаю, там, чувство, собственно, достоинства или воспитания. Потому что, ну, мне почему-то кажется, что все равно в Москве из-за того, что много всего, всего и хорошего много, и, может быть, плохого много, все равно тут люди чуть более искушенные в чем-то, чуть более развращенные, извращенные и так далее. Вот. И мы вот приехавшие там, ну, если брать вообще наши там начальные города, там, из Воронеж, там, Армавир, Омск, то мы приехали вот такие все. Я вырос там в семье инженеров, и у меня матом в семье никто не разговаривает. То есть даже вот Руслан, например, Белый рассказывает, что у него там отец, ну, он разговаривает матом. Или там у Руслана, у самого у него там есть там 10 лет армии. Там, наверное, разговаривали матом. То есть окружение все равно тебя формирует. И вот меня, вокруг меня не было матерящихся людей. Возьмем тот же театр, там, семью, там, школу. В школе же никто тебе не говорит. Итак, записываем домашнее задание. Да. Вот. И, видимо, из-за того, что не было среды, в которой там ругань была или там вот эти шутки ниже пояса. Поэтому я это и не привнес в импровизацию. То, что нас подстебывали за это наши там продюсеры, которые говорили, ну, давайте там еще ходите, писите там духами по углам и носите друг другу цветы. Ну, да, они нас подкалывали. И в какой-то момент мы вот от этой неорганичной жести и вот от этих вот парней, таких вот, знаешь, таких с зачесанными, с правильными там проборами и со стихами, вот с томиками там Бунина в руках, мы вроде вот, ну, чуть-чуть распробовали вот этот вот контент телеканала ТНТ. Что-то, что органично легло, то вы смогли взять, да? Понимаешь, вот, например, если бы тебя позвали работать на телеканале Спас. Да. Ты же понимаешь, что на тебя это накладывает определенные рамки. Ты не можешь там себя так же вести, как на ТНТ. Так вот и мы. Вот я для себя так ответил на этот вопрос. Но если я на ТНТ, ну, я должен быть, ну, как-то там соответствующий. Если завтра мне скажут, уходишь с ТНТ на какой-то там детский канал, ну, понятно, что я там не буду этого всего делать. Помимо того, что не буду, туда это еще и в эфир не пропустят. Вот и все. А как ты сам вообще в связи с этим относишься к жестким юмористическим шоу? Как ты относишься, к что было дальше, например? К что было дальше, Это твой юмор? Наверное, наверное, от меня это будет, знаешь, неорганично смотреться, что придет кто-то, я ему скажу, о, иди-ка ты нахуй. Вот. Наверное, просто это будет странно. И плюс у меня, плюс у меня, и понимаешь, я людей не оцениваю. Я не могу сказать, что пришел к нам там Джигурда, и он дурак. Я Джигурду все равно, помимо его сумасшествия, так называемого, я его помню в фильме «Любить по-русски», и я знаю, что у нас с такой энергией артистов просто нет. Другое дело, что это во что-то вылилось, ну не знаю, окей. Это такие люди, то есть я же не говорю, ой, там, лев, не ешь животных, или там, ой, утконос, не откладывай яйца к моему порогу. Возвращаемся просто к вопросу органики. То есть у кого-то это органично, и ему это свойственно. Артур Чапарян, он же от них ушел, да, он там был другим, да, то есть их же там сидит четыре человека. Пятеро. Ну ты пятого берешь из самого Нурлана? Да. Ну он же все равно роль ведущего выполняет, он же там сам не сильно, хотя, наверное, уже сильно. Бывает сильно, да. Наверное, нет, смотри, смешно, бывает смешно. Смотрю ли я эту передачу? Не смотрю. А мог бы ты, например, прийти туда гостем? Ну, наверное, пока нет. Кстати, круто, я смотрел, Шастун туда приходил. Да. Вот. Ну вот тоже, знаешь, как его, например, могли бы, мне кажется, там, обстебать, его так не обстебали. Возможно, из-за того, что все равно есть какое-то понимание, что они же из одной тусовки, все равно там Лена Кука, а вот они долгое время находились там через коридор в соседнем кабинете от нас. Да, мы там, Илью Макарова. Илью Макарова. Мы его знаем, там, например, по... Там у нас есть компания, в которой мы там виделись. Или кто там еще был? Ну, Артура Чапаряна я, по-моему, ни разу в жизни не видел. Ну, вот так мы с ним нигде не пересекались. Ну, вам стоит познакомиться. Вот он и ушел оттуда. Понимаешь, для меня это не совсем, ну, юмор. То есть мне кажется, что прям юмор, которому надо подготовиться, на который надо затратиться, это все-таки, вот, наверное, прожарка. Прожарка мне очень сильно нравится. Мне очень нравится, что там они кроют друг друга там по первое число. Да, а потом человек выходит и отвечает. Да, он может ответить. Во-первых, они все понимают, что сейчас будут прожаривать, что будут за что-то стебать. Если у человека, например, болезненное к этому отношение, ну, не приходи туда. Да. Вот поэтому. Ну, видишь, меня туда никто не звал. То есть если бы меня позвали, например, на что было дальше или на прожарку, а я бы, например, пошел бы или не пошел, я мог бы рассказывать. А так меня не зовут, что об этом говорить. Вот позовут, и я прям задумаюсь. Хотел бы? Нет, пока не хочу. Вопрос, который меня интересует, можно сказать, в любом творческом человеке. Да. Вот о чем ты мечтаешь, как человек, и о чем ты мечтаешь, как творческая личность? Ну, про мечты творческие я хочу, конечно, в кино. Я потому что думаю, что этот вопрос так же, как с импровизацией, так же, как с иностранным языком, чем больше ты этим занимаешься, тем лучше ты в этом становишься. То есть, когда я про себя говорю, что я там в себе в каких-то вещах не уверен, я о них говорю с пониманием, что у меня есть сильные стороны, а есть слабые. И я понимаю, что слабых будет все меньше. То есть, чем больше я буду этим заниматься, не дома, сидя с книжкой, а в процессе, в реальной работе, тем легче у меня будет там дальше. Вот. Поэтому с этой мечтой все понятно. А вот как человек о мечте, вот тут сложнее. Дело в том, что у меня была когда-то мечта, когда я еще в Омске жил, я очень сильно хотел переехать, жить в США. Почему-то мне казалось, что там, знаешь, когда интуитивная мечта, я помню, что я туда была возможность переехать, были эти профессии, знаешь, не профессии, а программы, work and travel. Да, на лето. Ты работаешь, да, и потом там была задумка, что ты три месяца работаешь, один путешествует, тратишь эти деньги. Но все наши, кто приезжал оттуда, говорили, мы три месяца поработали, и деньги, которые надо было потратить, мы не тратили там, а мы привозили сюда. Вот. И были там рекордсмены по заработкам, и ты думал, а, как классно. Или у меня там один из друзей уезжал туда, звонил мне по скайпу, там показывал какие-то вещи. Я поэтому к людям, которые ходят по улице с включенным скайпом, я к ним отношусь с пониманием. У меня была такая мечта, но всегда что-то возникало. То есть на лето у меня возникала какая-то, знаешь, там, я там сдавал на права, или я ходил там на практику, или там на подработки, или у меня там были отношения, или я был в театре, работал. У меня был этот процесс, когда я из театра не вылазил. Это было там в ущерб учебе, и вот эта поездка никак не складывалась туда. Потом после учебы законных способов туда не было поехать. Ну, то есть только как турист. А я все время хотел, знаешь, поехать туда, ну, типа по делу, знаешь, там, например, что-то работать там как-то, и вот включаться не в эту красивую картинку, да, там, отели, бассейны, пляжи. А в жизнь, да. А именно в их жизнь. А такого как бы законного способа не было. То есть нужна была бы либо рабочая виза, либо вот пропущенная, упущенная возможность образовательная. Вот. Потом я переехал в Питер, и у меня возникла такая мысль, что неважно где, важно, что ты делаешь. Поэтому Америка как самоцель просто туда перебраться, она отпала. И Москва, наверное, я, наверное, поэтому не переезжаю в Москву, потому что просто переехать не понимаю зачем. Вот если бы возникла какая-то мысль, поэтому у меня сейчас возможно, я не сильно разграничиваю, кстати, свою обычную жизнь с желанием сниматься в кино. Я, как обычный человек, об этом мечтаю. Но не просто там в кино, а вот, например, в интересном. Хотя мне пока интересно все, в чем я поучаствовал. Там даже веб-какие-то там сериалы, в которые меня зовут на второстепенные роли, или там иногда не берут. Все равно это интересно, потому что я... Ты вот говоришь, ну ты же как комик, не классно ли там совершенствоваться? Классно. Но я там совершенствоваться могу либо в количестве импровизаций, либо в уходе в другой жанр, в чем я себя пока не вижу, либо все-таки пойти в кино, где мне интересно работать с режиссером. Это просто другой человек, и он тебе просто расскажет свое видение, и ты говоришь, как классно. И у меня, видимо, где-то это есть, не знаю там, или образование мне это что-то дает, либо в мое внутреннее. Мне нравится верить, что этот человек знает, что нужно делать. То есть для меня по умолчанию режиссер, он знает, что нужно, чего он хочет. И я вот так на него смотрю, потом проходит эта пелена, и ты думаешь, какой ты дурак, чего вы не снимали? Ой, блин. Ну вот в моменте общения я, конечно, там просто, знаешь, я как загипнотизированная там мышь, смотрю на этого удава, и он говорит, делай так. Я говорю, ага. И вот, я не знаю, это вот какая-то вот магия, которая мне нравится. Кино — это потрясающая мечта. Все мечтают о кино. Это все. Все дороги ведут в кино. Я уже знаю многих людей, которые не мечтают. Они с этим столкнулись, поняли, что это же тяжело в плане ты сутки там сидишь, ну там, не знаю, весь свой съемочный день, и тебя могут не позвать. Это так обидно. Слушай, ты же знаешь, вот этот американский подход к сериалам и к кино, особенно к производству сериалов, когда там есть шоураннер, и шоураннер — это, как правило, автор идеи, автор сценария первых эпизодов, часто режиссер. И ты же знаешь, что есть топовые сериалы, например, там, «Антураж», «Красавцы» или там сериал «Теория большого взрыва», к примеру. Это сериалы, в которых актеры — суперзвезды, а больше-то каких-то суперзвездных ролей у них, как правило, и нет. И это говорит не о том, что они... Я сейчас, конечно, боюсь ошибиться, но вроде бы там Джим Парсонс, который Шелдона играет, до этого сериала «Звездой» не был. И многие там... Сериал «Антураж», «Красавцы», один из моих любимых сериалов, тоже там ребята... Потом ничего такого не показывали. Это говорит о том, что там есть талант у людей, у этого шоураннера увидеть типаж, просто увидеть типаж. Например, вот я плохой актер, объективно. Но тебя, например, можно использовать? Конечно, найти определенный типаж, в котором я буду очень органичен и вообще там могу быть там... А это, кстати, давнишний спор, что проще? А у нас как будто бы берут звезду какую-то, я не знаю, там, Петрова, Бурунова, и давайте их использовать везде, потому что они классно играют. А там вот этот подход, он, конечно, гениален, когда ты можешь просто вот кастинг провести, у тебя успех твоего проекта не зависит от того, что ты позвал звезд и точно топовых актеров, а ты провел большой кастинг и нашел тех, кто очень попадает в типаж. Ты такой, да, вот они будут собой и будет класс. Это вот большой вопрос всегда, например, для режиссера, взять на роль баскетболиста, взять профессионального игрока в баскетбол и научить его, или там взять самого эмоционально подвижного и сделать из него актера. Или взять актера и научить его играть в баскетбол. И это всегда решение режиссера. И потом оценка зрителя, получилось, не получилось. Вопрос в том, что у нас, я считаю, что просто, я не оцениваю никак, ни тот, ни тот подход. Просто мне кажется, что в Америке так много всего, что у них есть возможность, я уверен, что у них есть и такие, которые звезд везде пихают, которые думают сразу о коммерческом успехе. Монетизации всего, да. Потому что придет известный человек, он принесет за собой зрителя. А есть, которые думают о, у которых есть вера в сериал и знают, что он выстреленет вот так. У нас больше пока тех людей, которые верят в звезд и в успех, который нужен прямо сейчас, быстро отбить деньги. Вот и все. То есть, как только у нас появится большее количество людей, которые будут конкурентоспособными вместе с теми, которые хотят сразу деньги отбить, я думаю, что у нас будут появляться и простые люди, которые типаж. Я очень надеюсь и очень тебе желаю, что твоя мечта исполнится и что ты будешь счастлив и как человек, и как творческая личность, и как импровизатор, и как комик, и как актер. И спасибо тебе огромное, что ты пришел. Я думаю, что никто не скажет, что после этого подкаста он ничего о тебе нового не узнал. Спасибо, что ты был такой честный и искренний. Очень много всего. Это главное. Спасибо. Спасибо большое. Как прощаться? И вам спасибо. Серьезно? Кто-то досмотрел до этого момента? Вы чего? Идите там посуду помойте. угогогогогоайко. Orleans nuestro То-де pawn true. Дэд. Уже это касается снега, как прощаться? ушки in. Совет verdad? Это кр ink botox PC. И если вы хотите 的 что-то машины изgra merciful. Продолжение следует...